Обратилась ко мне жительница старой Бенарадки, мать пятерых детей. Мал-мала, меньше, рассказывает блогер и журналист Андрей Фёдоров. Им с мужем, продолжает автор, дали участок. Они там что-то построили, живут. Вдруг вокруг начинают ходить какие-то люди, говорить, что это их земля. Начали смотреть документы. Улица та же, номер дома тот же, только литер другой. В селе добавляет блогер полно строений под одним номером, но с разными литерами. Так вот, после визита этих самых граждан, права на данный участок заявила некая фирма. Гонят просто семью, и всё тут. Просто беспредел какой-то, резюмирует автор поста. Вчера прошлась по двору, огляделась и пришла в восторг. Он прямо создан для того, чтобы заводить детей. С сарказмом написала блогер Ежовое сердце о дворе на улице Ставропольской, недалеко от ГАИ. Это в какую же светлую голову, возмущается автор, залетела мысль устроить помойку в стык с детской площадкой. Просто ужас, позорище и кошмар, прокомментировали читатели. И очень трудно это. Полуразвалившуюся песочницу и одинокие качели назвать детской площадкой, добавили они. Что происходит с 29-й школой, спрашивает у интернет-сообщества блогер Алексей Самошкин. Родителям, объясняет он, запретили в неё входить. Начальные классы переведены во вторую смену. Охранники хамят, детей не кормят, учителя запуганы. Так и есть, поддерживают читатели автора поста. Всё написанное – правда. Просим читателей-чиновников, в чьих силах воздействовать на ситуацию, пресечь данные нарушения, добавили они.